МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное событие года в сфере вертолётостроения в Европе и Северной Азии это 11-я международная выставка вертолётной индустрии «Хайли Раша-2018». Команда портала «Российские беспилотники» не смогла пропустить такое мероприятие и как инфопартнёр выставки сделала подробный обзор новинок, представленных на стендах «Хайли Раша-2018» в классе беспилотных летательных аппаратов. Три дня с 24 по 26 мая в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо» в Москве демонстрировались последние модели лёгких вертолётов, беспилотных летательных аппаратов, новые двигатели и бортовое оборудование для вертолётов. На площади более 13 тысяч квадратных метров выставлялись аппараты 246 компаний, около 50 из них иностранные. Они представляют 19 стран мира – от Австралии и Кореи до Финляндии и США. Беспилотники занимают особое место на выставке «Хайли Раша». В этом году здесь представлены 12 моделей БПЛА разного типа и назначения. Например, компания «Авиационно-космические технологии» представила беспилотник самолётного типа «Сириус», который может работать в экстремальных режимах эксплуатации, в частности в сложных климатических условиях Крайнего Севера. Длительное нахождение в воздухе, достаточно большие скорость и дальность полёта – вот несколько преимуществ новой беспилотной летательной системы «Сириус». Цель её – мониторинг, сопровождение судов, можно назвать его своеобразным спутником атмосферным, потому что планируемое время нахождения в воздухе – несколько суток. В перспективе до четырёх хотим довести. Его задача – нести на себе оборудование, такое как ретранслятор сигнала, то есть ретрансляционное оборудование малое, это аэрофотосъёмка, передача исследования поверхности льда, земли и так далее, и введение оперативной разведки во время чрезвычайной ситуации, мониторинг круглосуточный. Другая инновационная модель, которая была представлена на «Хайле Раши-2018», предназначена для транспортировки грузов, авиасельхозработ или воздушного пожаротушения. Первую в мире грузопромышленную авиагрузовую платформу «Скайф» разработало опытное конструкторское бюро «Авиарешения». Грузоподъёмность демонстрируемого летательного образца – до 250 кг. Наш аппарат, он достаточно оригинальный и запатентованный конструкцией, где мы пришли к идее разделения несущих винтов, которые удерживают тяжёлый аппарат на высоте, и управляющих электрических двигателей, которые управляют аппаратом по тангажу, по рыцканью и управляющих пластин по крену. Это как бы увеличивает его маневренность и быстродействие. При этом использование бензинного двигателя позволяет нам удерживать аппарат часами над поверхностью земли. Уникальность платформы в её огромных размерах. Размах крыльев составляет 5,4 метра. При транспортировке её можно сложить. Противоположность платформе Skyf беспилотники компании Drone Area, которые легко помещаются на ладони. Антон Пулийский, основатель сайта Drone Area, участвовал в Международном фестивале детского и молодёжного научно-технического творчества от Винта. Инженерные проекты и макеты участников фестиваля были выделены в отдельный стенд. Свои работы представили изобретатели возрасте от 5 до 35 лет из разных городов России, Украины и Белоруссии. На стенде от Винта были представлены более 30 детских и молодёжных проектов в авиации и вертолётостроении. Среди них PTERRA – экскурсионный самолёт для людей с ограниченными возможностями здоровья, радиоуправляемая модель Boeing 747, модель вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник», роботизированная модульная платформа, носитель БПЛА «Катод-7», истребитель шестого поколения «Доминатор» и многие другие. Учебный летательный аппарат разработан для школ, вузов, среднего профессионального образования для обучения студентов по профессии оператор БПЛА. Это лёгкий самолёт с электрическим двигателем, который идеально подходит для отработки аэрофотосъёмки, выработки анализа данных. Главные посетители стенда от Винта – воспитанники детских домов Москвы и Подмосковья, учащиеся специализированных школ и участники творческих групп. Поэтому организаторы старались сделать экспозицию как можно более интересной для молодёжи. Здесь были полёты на авиатренажёре, лекции от преподавателей лучших технических вузов страны, фильмы телеканала «Наука» про вертолёты и мультикоптеры. Также любой желающий мог принять участие в многочисленных мастер-классах, на которых обучали собирать и запускать коптер. Директор Центра молодёжного инновационного творчества Павел Шишкин рассказал, куда идти, из чего лучше начать, если у ребят появилось желание посвятить себя моделированию и сборке дронов. Я рекомендую сходить в какой-нибудь ближайший кружок. Например, такие кружки проходят в ЦМИТ-коптер, Центр молодёжного инновационного творчества, где за короткое время, допустим, два дня, можно собрать, настроить коптер, ну, например, такого. Именно выдаётся полностью набор комплектующих, деталей. И, соответственно, два дня под присмотром опытного преподавателя, ребёнок, молодёжь, школьник, кто угодно, даже взрослый, он может его собрать, настроить, поднять воздух. Центр молодёжного инновационного творчества представил на выставке несколько новинок, в создании которых принимали участие начинающие изобретатели. Это автономная зарядная док-станция для дронов. Она служит для того, чтобы дрон, сажаясь на неё своими контактными ножками, попадая на контактные пластины, мог бы заряжать свой аккумулятор. Это позволит реализовать полностью автономные системы, при которых даже не нужен оператор наземного обслуживания, который заменит аккумуляторы, подправит что-то и так далее. Операторы беспилотных авиационных систем становятся всё более востребованными. Поэтому уже в нескольких профессиональных образовательных учреждениях появляется соответствующая специальность. Оператор беспилотных авиационных систем, он входит в атмосфер профессии, топ-50 профессий будущего, которые востребованы уже сейчас. И, соответственно, эксплуатирует беспилотники в самом разном применении в различных отраслях. Обучение, конструирование и управление беспилотными дронами в некоторых высших учебных заведениях дополнительно включают в программу. Так студенты нескольких факультетов Московского авиационного института ежегодно представляют свои разработки на выставке. Как основную функцию, где его можно будет использовать именно при пожарах в высотных зданиях, чтобы закинуть на верхние этажи, спасательное оборудование, в частности, оборудование для дыхания, это маску и баллон для дыхания, чтобы человека спасти. Интерактивная экспозиция привлекала как детей, так и взрослых. Традиционно почетными гостями выставки становятся известные артисты, телеведущие, спортсмены, музыканты. Леонид Якубович посетил выставочный стенд «Отвинта» в день открытия. «Ребята заняты, это самое главное. Мозги работают, руки делают, глаза блестят, ничего дороже нету. Теперь надо наладить обязательно юридическую сторону дела, потому что идеи здесь замечательные, их надо регистрировать, иначе, извините за бульгаризм, сопрут. У нас это принято». В рамках «Хэлли Раша-2018» прошли круглые столы и конференции, где обсудили коммерческое применение малой авиации, совершенствование функций вертолётных технологий, а также особенности производства и продвижения летательных аппаратов. Александр Бегак, генеральный конструктор аппарата «БАЗ Сириус», объявил о старте социального проекта «Трек», который должен продемонстрировать возможности отечественного разработчика. «Если ты что-то умеешь, ты должен доказать. Я взял на себя ответственность сделать за 30 дней уникальный аппарат, который ездит, плавает, летает, пилотируемый, на нём проехать с юга России до Москвы и сделать это всё так заметно, чтобы люди могли за этим наблюдать. То есть я каждый день выкладываю блоги на своей странице». Беспилотные дроны применяются в разных сферах. Геодезия, сельское хозяйство, транспортировка грузов, видеопродакшн. Разработчики беспилотников стараются с каждой новой моделью расширить возможности аппаратов. «Основным потребителем наших решений являются компании, которые так или иначе связаны с какого-либо рода изысканиями. То есть это изыскания и в области геодезии, это кадастровые задачи, это задачи, связанные с сельским хозяйством. Недавно мы презентовали такую технологию, как магнитометрическая съёмка, которая очень полезна при геологоразведке». «Одним из интересных направлений является таксация с помощью беспилотника. Обычно делают с помощью спутниковой съёмки. Сейчас мы внедряем новую технологию. Я бы даже сказала, что она пока уникальна. Это таксация с помощью аэрофотосъёмки». Беспилотные системы самолётного и вертолётного типа компании «Зала Аэро», которая входит в состав концерна «Калашников», применяются при охране государственных границ, во время разведывательных и спасательных операциях, а также во время мониторинга объектов повышенной опасности. В конструкции нового беспилотника фирмы учтены дополнительные функциональные возможности, которыми должен обладать аппарат будущего. Интерес к беспилотникам в последние несколько лет резко возрос. Некоторые пользователи дронов приносят вред окружающим. Компания «Зала Аэро» разработала систему, способную снизить до минимума негативное использование аппаратов. «Разработана система их подавления противодействия. Называется «Анорекс-1». Представляет собой форм-фактор ружья, предназначен для подавления спутникового сигнала, радиосигнала, видеопотока. Основная цель – это защита и охрана закрытых объектов, категорированных объектов, атомные станции, нефтеперерабатывающие предприятия и так далее». 11-я международная выставка вертолетной индустрии «Хайли Раша» 2018 закончила работу в субботу, 26 мая. В следующем году она пройдет в Москве с 23 по 25 мая. Продолжение следует...